Здравствуйте! В прямом эфире Весть Ульяновск. С вами Елена Гончарова. И вот главная тема к этому часу. Грабил и пытался убить. В Ульяновске передали в суд дело насильника. Как помочь беженцам? Сегодня об этом говорили на заседании общественной палаты. Что решили, расскажем в выпуске. Сгорели дотла и квартира, и владелец. В областном центре произошло возгорание в квартире. В Ульяновской области хотят ввести социальные и демографические контракты. Эффективность новой системы капитала семья представители общественности обсудили с депутатом законодательного собрания Василием Гвоздевым. За последние шесть лет именные документы получили более 20 тысяч ульяновских семей. Напомню, сертификат выдают при рождении второго и последующих детей. Суммы варьируются от 50 до 700 тысяч в зависимости от того, какой по счету ребенок. Теперь же власти предлагают, чтобы родители заключали с государством соглашение, по которому они обязаны направить свои усилия, в том числе и финансовые, на всестороннее воспитание ребенка. А вот государство частично их компенсировать. Если раньше эти деньги можно было тратить на ремонт жилых помещений, то в наших поправках предполагается, что молодая семья, просто семья, будет эти деньги тратить конкретно на детей. На детей, значит, на кружки, на секции, на лечение, на образование, на страховку детей. По словам Василия Гвоздева, за годы действия закона местные власти пришли к выводу, рождаемость в регионе повышается, но некоторые родители относятся к собственным детям как к способу подзаработать. Они приняли решение выдавать капитал не всем семьям, а только нуждающимся. И высказали предложение приостановить выдачу именных капиталов до 1 января 2018 года. На круглый стол с чиновниками пришли родители, которые видят в изменениях закона недостатки. Я считаю, необходимо, может быть, еще дифференцировать вот эту процентную ставку по тратам. Например, на кружке 25% на лечение, может быть, даже 75 или 100. Потому что лечение необходимо сейчас ребенку, а не там в течение 7 лет он будет лечиться. Теперь выплата будет единой – 50 тысяч рублей, вне зависимости, какой по счету ребенок родился – первый или пятый. И воспользоваться деньгами можно будет только лишь тогда, когда малышу исполнится 3 года. С благополучными семьями контракт предлагается заключать сразу. Малообеспеченным родителям сначала помогут встать на ноги, предложат работу или возможность переобучения за счет государства. Семьям, проживающим в деревне, помогут завести подсобное хозяйство. О происшествиях. Выгорело дотла. Серьезный пожар произошел сегодня в Ленинском районе Ульяновском. Загорелась одна из квартир по улице Радищева, 175. В половине десятого на пульт дежурного поступил звонок от соседей. На место оперативно приехали несколько пожарных расчетов. Огнеборцы быстро потушили пламя. Но жилищу был нанесен серьезный ущерб. Кроме того, в огне погиб мужчина 63-го года рождения. Сотрудникам МЧС теперь предстоит выяснить, кто он и из-за чего произошел пожар. 80 ДТП зарегистрировали госавтоинспекторы области за минувшие сутки. Пять человек получили травмы. Двоих водителей и сотрудники ГИБДД задержали за попытку дать взятку. Подробнее о двух авариях с пострадавшими по телефону нам рассказал Александр Салмин. 9 сентября около 8 часов утра на 835-м километре автодороги М5 Урал Новоспасского района по предварительной информации водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21093 на перекрестке неравнозначных дорог при совершении маневра поворот налево не уступил дорогу автомобилю Мазда под управлением водителя 1988 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водители автомобилей ВАЗ и Мазда обращались за медицинской помощью. Пассажир автомобиля Мазда 1983 года рождения госпитализирован. Около 16 часов 20 минут на 104-м километре автодороги Алексеевская высокий колок по предварительной информации водитель 1966 года рождения с водительским стажем 20 лет, управляя автомобилем ВАЗ-АК при выезде на перекресток нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, допустил проезд перекрестка в прямом направлении с последующим опрокидыванием в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 1967 года рождения с различными травмами и в состоянии алкогольного опьянения обращался за медицинской помощью. Водитель госпитализирован. Состояние водителя устанавливается. Взята кровь на анализ. На сегодня это вся информация. Будьте взаимовежливы. О других интересных событиях из жизни страны и нашего региона кратко расскажут мои коллеги в новостном Блице. С сегодняшнего дня на улице 9 мая в Заволжском районе Ульяновска изменится схема движения. Весь транспортный поток будет двигаться лишь в одном направлении. От улицы Солнечной до Димитровградского шоссе. Таким образом, по мнению специалистов, движение на улице 9 мая станет безопаснее. Дорожные знаки односторонней движения по согласованию с госавтоинспекцией уже установлены. Переиздать ЕГЭ по русскому и математике можно будет в сентябре. Все ульяновские выпускники 9 классов, которые не прошли государственную итоговую аттестацию, могут пересдать экзамены уже в ближайшее время. Математику можно будет сдавать 18 сентября, а русский язык 23-го. Если же в эти дни попытки выпускников не увенчаются успехом, то есть результат государственной итоговой аттестации по какому-либо из двух предметов будет неудовлетворительным, то ребята могут воспользоваться резервным днем. 26 сентября можно будет еще раз пересдать ту дисциплину, по которой получен НЕВУ. Сегодня с 15 до 16 часов в администрации Ленинского района Ульяновска пройдет прямая линия. На вопросы жителей района ответит глава администрации Сергей Щерстнев по телефону 27 45 46. Его первый заместитель по вопросам ЖКХ Сергей Корнилов, телефон 270 181. Заместитель по защите прав потребителей и развитию потребительского рынка Елена Сизан. Телефон 27 27 33. Кроме того, на звонки касательно темы строительства и учета жилой площади ответит начальник профильного отдела администрации Валентин Клевогин по телефону 27 34 39. Заместитель главы администрации по социальным вопросам Ринат Багаудинов ответит на обращение по телефону 27 41 16. А начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью Александр Чурбанов ответит на вопросы граждан по телефону 27 0 1 83. Уголовное дело с ограблением, попытками изнасилования и убийства передают в суд. Об этом заявили сегодня в следственном управлении Следственного комитета России по Ульяновской области. Год назад, в октябре 2013-го, 35-летний ранее несудимый житель областного центра, неподалеку от одного из общежитий возле реки Свияги, напал с ножом на молодую девушку. Он напал на нее с применением ножа, затащил в кусты, где совершил на нее разбойное нападение, похитил ее имущество и совершил на отношении нее действия сексуального характера насильственного. В процессе совершения указанных преступлений девушке потерпевшей удалось от него вырваться и убежать. Соответственно, Акимов также с места преступления скрылся. В дальнейшем он на этом не остановился. Через несколько дней этот же человек совершил еще одно нападение. На сей раз он не только ограбил. Мужчина предпринял действия сексуального характера и попытался убить женщину. Насильнику помешал наряд полиции. Случайный прохожий увидел что-то подозрительное и вызвал стражей порядка. Преступника задержали, а потерпевшую полицейские фактически спасли от неминуемой гибели. Теперь мужчина дает признательные показания, пытаясь оправдаться нетрезвым состоянием и домашними проблемами. Чтобы не кричал, держал ее за горло. Как пошли хрипы, я бросил ее и побежал туда. Ну, на выход. За ограбление действия сексуального характера и попытку убийства, а также сопротивление при задержании подозреваемому грозит внушительный тюремный срок. Жительница дома номер 33Б по улице Свирской в Димитровграде боится пожара в собственной квартире. Всему виной дырявая крыша. Потоки воды во время дождя заливают проводку. В квартиру девушка и ее мама въехали 4 месяца назад. Но счастливый переезд оказался подпорчен неожиданно возникшими проблемами. Какими именно, узнала Татьяна Герман. Татьяна Фрич гостей встречает прямо у порога. Живописные водные подтеки сложно не заметить. Штукатурка облупилась, а каждый дождливый вечер превращается для жителей квартиры Татьяны и ее дочери Эльзы в рулетку. Дамы боятся, что однажды может замкнуть проводку. Здесь обрезали провода, потому что можно и током ударить, где включается звонок. В техническом этаже, там вообще, как мне кажется, водопад, когда дождь идет, все это льется по стенам. По словам хозяйки пострадавшей квартиры, в ответ на ее многочисленные жалобы в местном ТСЖ затрудняются сказать, когда именно в доме будет проведен капитальный ремонт крыши. Пока с водными сюрпризами приходится бороться самостоятельно. Стена здесь влажная. По стене, конечно, когда дождь идет, все это течет. И даже вниз туда. Все обои отошли, конечно, все это оборвано. Здесь уже плесень. И когда уходишь, даже квартира вот закрытая, не проветривается, то зайдешь с сыростью, ужасно пахнет. И поэтому держим двери открытые, окна и форточки. Председательница ТСЖ с новыми жильцами, дочка Татьяны Эльза, переехала сюда всего 4 месяца назад. На контакт не идет. Бросает телефонную трубку или и вовсе предлагает забыть о мокрой проблеме, утверждая, что потеки старые. Когда уже начинали там, например, звонить ей, то она бросала просто-напросто телефон и говорила, что я с вами разговаривать не хочу. Вот, на эту тему. Вот. Ну а как же, к кому же обращаться, как не к ней? Больше, как бы, раз на председателе, все дела в ее руках. Фрич планировали делать в квартире ремонт, но сейчас решили повременить. Авось дождутся, когда залатают поврежденную кровлю. Отговаривают от домашнего обновления и соседи. В семье с маленькими детьми по стенам всех комнат тоже струятся потоки. Когда дело сдвинется с мертвой точки, никто не знает. Новые жильцы тем временем готовятся к перевороту. Они хотят попросить сложить полномочия главу ТСЖ. Возможно, после таких перестановок они забудут о своем грустном потопном новоселье. Татьяна Герман, Денис Смиронов. Вести Ульяновск. Из Димитровграда. В общественной палате региона сегодня говорили о ситуации с беженцами. Обсуждали, как работают пункты временного размещения граждан и другие вопросы, связанные с прибытием в Ульяновскую область большого числа жителей юго-восточной части Украины, где сложилась неспокойная обстановка. По большому счету трагедия для населения Украины. И поэтому Россия просто открыла свои границы и пригласила их сюда. На сегодня более 3800 человек приехали официально и неофициально на территорию Ульяновской области. Открыты пять пунктов временного размещения. И на сегодня выстроена та система, о которой мы всегда говорим. То есть Ульяновская область, вот даже судя по последнему аппаратному соединению в понедельник, который проводил губернатор, эти проблемы решает. При этом говорили, что необходимо помогать вынужденным переселенцам с оформлением и получением необходимых документов. Особенно, если граждане соседнего государства решат остаться в России. Если же они хотят вернуться на родину, необходимо поддержать их в этом. В частности, посодействовать с теми же документами, подтверждающими их временное пребывание в России. Депутаты и коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект в поддержку отечественного производителя, продуктов питания, а также потребителей. Суть законопроекта заключается в том, что вводится государственное регулирование цен на продовольственные товары первой необходимости. Правом регулирования цен наделяется правительство Российской Федерации, а также органы государственной власти в регионах и органы местного самоуправления. Уровень предельных значений торговых наценок не может превышать. Для производителей первичного сырья 45% от себестоимости их производства. Для переработчиков 15% от отпускной цены производителя сырья. Для организации оптовой торговли 10% от отпускной цены производителя продовольственных товаров. Для организации розничной торговли, включая рынки, 15% от отпускной цены производителя продовольственных товаров или оптовой цены. Принятие этого законопроекта позволит защитить интересы как потребителей, так и отечественных производителей продукции, обеспечив их при этом доступом на рынки сбыта и гарантированной прибылью, считают коммунисты. О культуре. Сегодня в Ульяновске начинается Пластовская осень. В рамках международного культурного форума в нашем регионе проходит театральный фестиваль «Золотая маска» в Ульяновске. Ассамблея «Пластовская осень» и арт-эксперимент на окроведческую тему. Театралов сегодня заинтересует постановка Государственного театра нации «Рассказы Шукшина». Спектакль можно будет посмотреть в Ульяновском драмтеатре. Начало в 19 часов. Для любителей художественного творчества. День скрасят картины великого мастера кисти Симбирского края Аркадия Пластова. Вместе с ним, вслед за Пушкиным, сможет отправиться любой, кто в 15.30 посетит одноименную выставку в музее Нагончарова-16. Ну а вот для поклонников мистики и фантазии сегодня в выставочном зале Ленинского мемориала подготовлен настоящий арт-эксперимент на окроведческую тему. Здесь откроется выставка «Ниже Нижнего». Экспозиция создана по мотивам одноименной книги, написанной в жанре псевдокроеведения, когда реальные факты о городах Поволжья и их жителях соседствуют с фальсификацией и мистификацией. Большинство сюжетов исполнены в разных жанрах современного искусства. Медиа работы, световое искусство, графика, анимация и кинетическое искусство. Так что сходите, не пожалеете. Ну а сейчас о погоде встретимся на канале «Россия» в 17.30. Всероссийская государственная телерадиокомпания, правительство республики Северная Осетия-Аланья и курорты Северного Кавказа представляют. Большая страна глазами молодых журналистов. Расскажи самое интересное о своей малой родине. Известные туристические маршруты и неизведанные тропы, национальные традиции и народные промыслы, памятники природы, культуры и истории. Все, чем могут удивить регионы России. Это твой путь в профессию. Это твое восхождение. Возьми свою высоту. Генеральный партнер ОАО «Курорты Северного Кавказа». Сейчас в Ульяновске 18 градусов тепла. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%. Ветер восточный 3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова